В эти дни выпускники Кинишмы и района прощаются со школой. В этом году учебное заведение выпускают в большую жизнь более 300 молодых людей и девушек. Аттестаты о среднем образовании в школах Кинишмы вручены 272 выпускникам. В школах района путевку во взрослую жизнь получили 62 человека. Если в Кинишме выпускные вечера каждое учебное заведение проводит в своих стенах, исключением в этом году стали гимназии и лицеи, которые чествовали питомцев в драматическом театре, то ребят из Кинишемского района уже в пятый раз приглашают на большой праздник, который глава муниципального образования устраивает на базе отдыха Семигории. Со словами поздравления к вчерашним школьникам Кинишемского района обратились глава муниципального образования Сергей Герасимов, председатель совета депутатов Ангелина Пономарева, депутат областной думы Михаил Кизеев и другие почетные гости. Хочу поблагодарить свое управление образования за ту работу, которая делается все эти годы. Мы понимаем, что образование Кинишемского муниципального района на уровне области находится на достаточно высоком уровне. Хочу поблагодарить своих коллег, глав поселений за ту помощь, которую они оказывают школам, коллективам. Мы понимаем, что мы вместе и вместе мы можем сделать больше. В этом году Луговская, Дьячевская, Батмановская школы, а также школы номер один и номер четыре города «Наволоки» прощаются с 62 юношами и девушками, среди которых семь медалистов. К сведению, в кинишемских школах в этом году золотые медали и аттестаты особого образца за особые успехи в учении получили 34 выпускника. В прошлом году их было 25. По традиции, на выпускном вечере главы Кинишемского района ребята получили не только аттестаты о среднем образовании, но и награды за достижения в различных сферах деятельности. Помимо медалистов, чествовали лучших спортсменов, ребят, добившихся успехов в творчестве, победителей олимпиад и интеллектуальных конкурсов, а также ребят, проявивших лидерские качества и активно участвовавших в общественной жизни своих учебных заведений. Благодаря возрождению государственного комплекса ГТО, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни стало не только полезно, но и престижно. Выпускники, сдавшие нормативы ГТО на золотой, серебряные и бронзовые значки получают преференции при поступлении в высшее учебное заведение. В Кинишемском районе в этом году четверо выпускников получили золотые значки ГТО. Не обошлось на выпускном и без сюрпризов, подготовленных силами самих ребят. Субтитры создавал DimaTorzok